Лучший в своей профессии в Республике пройдет финал Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В Карачаево-Черкесии состоялось открытие регионального отделения Международной общественной организации Всемирный Русский Народный Собор. Военная служба по контракту и непременно отпуск в родные края. В гостях у военнослужащего Альберта Джотоева побывала наша съемочная группа. Видеоролики с ее участием получили большую популярность. Бабушка-блогер из «Дружбы» продолжает набирать сотни просмотров в интернете. В Карачаево-Черкесии пройдет финал Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов. В год педагога и наставника с 18 по 24 сентября в Карачаево-Черкесии пройдет финал Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» на базе гимназии номер 19 Черкеска. Рашид Тимрезов выразил благодарность министру просвещения России Сергею Кравцову за то, что поддержал инициативу проведения заключительного этапа конкурса в гостеприимной многонациональной республике. 72 учителя родного языка и родной литературы со всех уголков нашей страны будут претендовать на звание лучшего в своей профессии. Родной язык бесценен для каждого из нас и сберечь его важная задача. Именно поэтому основной целью конкурса является поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта преподавания этих предметов. Пусть этот конкурс станет стимулом к новым победам во благо нашей общей родины России. Надеюсь, что Карачаево-Черкесия удивит вас своей природой, достопримечательности, гостеприимством и подарит незабываемые впечатления. С такими словами обратился к конкурсантам глава республики Рашид Темрезов. Накануне в Никольский собор Черкеска доставлен ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Это сделано в рамках Всероссийского молебна о победе, который проходит с мая по сентябрь в ста городах нашей страны по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О том, как встречали мощи в Черкесске, расскажет Али Баташев. Ликованием колоколов и сердец верующих встретил Никольский собор ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Процессия во главе с архиепископом Пятигорским и Черкесским феофилактом торжественно внесла его в храм. Всех собравшихся здесь объединяло желание молитвенно обратиться к святому и поклониться его мощам. Образ воина на коне пронзающего змея – самое известное изображение Георгия Победоносца. Его имя объединяет в истории крупнейшие исторические победы нашей страны, считает руководитель общества «Царьград» в Карачаево-Черкесии Денис Струговцов. Георгий Победоносец – это очень почитаемый святой в России. И именно о таких событиях, которые мы страстно желаем, это победа, молиться нужно ему в первую очередь. И вот награды наши – ордена славы в советское время с георгиевской ленточкой, ордена георгиевских кавалеров четырех степеней, на них тоже георгиевская ленточка изображена. То есть вся наша история пронизана и проходит вместе с этим святым. Ковчег с мощами великомученика Георгия был доставлен в Никольский собор в рамках Всероссийского молебна о Победе, который проходит с мая по сентябрь этого года в ста городах нашей страны по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помолимся о том, чтобы наши воины, защитники, которые сегодня находятся на линии военного соприкосновения оставались той живы и невредимы, о том, чтобы Господь даровал им крепость Духа, чтобы Господь укрепил их в их деле, которое сегодня они совершают ради всех нас, ради великого наследия, великой Руси. Помолиться о Победе и поклониться мощам святого верующие Карачаево-Черкесии смогут до 19 часов 13 сентября. Затем ковчег с мощами будет доставлен в столицу Кабардино-Балкарии. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Новая общественная организация объединит народы страны. В общественной палате Карачаева-Черкесии провели учредительное собрание регионального отделения Международной общественной организации Всемирный Русский Народный Собор. Мероприятие проходило с участием заместителя председателя Всемирного Русского Народного Собора, председателя общества «Царьград» Константина Малафеева. Подробности расскажет Дарья Тендит. Международная общественная организация Всемирный Русский Народный Собор была создана в 1993 году по инициативе Русско-Православной Церкви для объединения всех неравнодушных верующих к настоящему и будущему России. От имени главы республики ко всем присутствующим обратился председатель Народного Собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Всемирный Русский Народный Собор ведет работу по сохранению духовного и культурного наследия России. Развитию социально-экономических сфер и, самое главное, способствует взаимодействию православной церкви с традиционными религиями Российской Федерации и проповедует нравственные ценности, которые присущи этим религиям, берет профилактическую работу против идеологии нацизма и религиозного экстремизма. Собор является крупнейшим общественным форумом в нашей стране, в работах которого принимают участие представители традиционных конфессий России, руководители федеральных и региональных органов власти, деятели науки и культуры. Со словами поддержки обратился к адий Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Мурадби Хаджилайпанов и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Одной из важнейших целей форума является содействие культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа, отметил заместитель патриарха Кирилла во Всемирном Русском Народном Соборе Константин Малафеев. Последние годы мы очень активно сотрудничаем со сплавным властем, сотрудничаем, собственно говоря, с администрацией президента и главой государства в том, чтобы предлагать стратегию будущего России. По основанию главы Собора, святейшего патриарха, Собор призван явиться центром интеллектуальной жизни страны для подготовки, проработки стратегии будущего России. Сопредседателями регионального отделения Всемирного Российского Народного Собора были избраны председатель Народного Собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов, председатель Общественной Палаты Республики Елена Лешова и архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Я очень благодарен главе нашей республики за такую активную позицию и за поддержку традиционных и религиозных конфессий, и, конечно же, наших национальных культур, титульных наций, которые проживают в нашей республике. Итогом собрания стало создание Карачаева-Черкесского отделения Международной общественной организации Всемирный Русский Народный Собор. Дарья Тендит, Мураджан Кёзов, Вести Карачаева-Черкесия. После в Никольском соборе состоялась встреча Константина Малафеева с семьей участника специальной военной операции, которая стала 500-тысячными участниками молебна о победе. На встрече было отмечено, чтобы одолеть внешнего врага, в первую очередь, очень важно укрепиться духовно. Самое же главное в народном единстве – это единство в традиционных ценностях. Всех должен сплотить единый духовный порыв по поддержке сражающихся воинов. И, конечно, к победе в сегодняшней священной войне с Богоборческим Западом. Есть такая профессия – Родину защищать. Я рад, что могу назвать себя защитником Родины. Побеждает сильнейший. Моя цель – служить Родине, а твоя. Житель Усть-Джигуты Альберт Жатоев достойно защищает отчизну, находясь в зоне специальной военной операции. Он проходит военную службу по контракту, а совсем недавно он вернулся в родные края. В гостях у военнослужащего побывал Алихан Лепшоков. Для матери возвращение родного сына из зоны СВО является особым событием. С особым переживанием Айша Джатоева провожала своих двух сыновей на спецоперацию. А сегодня она с гордостью и радостью встречает их. Сама она отмечает, что с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации и поддерживать их выбранный путь. Молимся, переживаем, поддерживаем. Конечно, надо поддерживать, поддерживаем. Наша поддержка им сейчас силы дает. В эти дни в семье Джатоевых праздник. Погостить в родной дом приехал старший сын Альберт. Военнослужащий отмечает, что ни разу не пожалел о выбранном пути защитника Родины. Еще в 2016 году Альберт Джатоев проходил военную службу по контракту. А когда началась специальная военная операция, он не задумываясь, взяв автомат в руки, отправился в зону СВО. Это моя работа, я эту специальность выбрал. И рано или поздно, когда придет время, надо свой функционал выполнять. И я отцу объяснил, отец был не против, он меня понял, объяснил дома матери, успокоил. Находясь на передовой, Альберт Джатоев своими глазами увидел ту жестокость и несправедливость в отношении жителей Донбасса от украинских неонацистов. Он еще больше утвердился в правильности принятого им решения и как истинный воин встал на защиту мирного населения. Чтобы вы понимали, даже к своим соотечественникам, то есть к старике, бабушке, у них отношение совсем другое. То есть, когда ты это все видишь, к тебе приходит понимание, что это все неспроста и что реально есть проблема и реально надо эту проблему решать. Альберт Джатоев отмечает, что наблюдал, насколько может быть лживая западная пропаганда, когда многие преступления украинских неонацистов просто скрываются от глаз обычного обывателя. Но Альберт сам был свидетелем, как те же ракеты со стороны противника просто попадали в местонахождение обычных граждан. Какой-то населенный пункт. У нас выявление конкретной цели, осмотр, вот как мы работаем, осмотр, наблюдение, наблюдаем. И когда мы видим, что в зоне поражения нет никакого мирного населения, мы тогда уже начинаем работать. А у них нет такого, потому что у них все наоборот. То есть, любой дом, который есть по улице, грубо говоря, они не смотрят, есть там военный или мирный. То есть, они ложат все дома. Служба военнослужащего проходит непросто, а тем, кто ждет их дома, еще сложнее. Важно отметить, что по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова, семьям, находящихся в зоне СВО, оказывается всесторонняя помощь. Я был сам свидетелем. Недавно приходили люди, которые этим занимаются, спрашивали, что нам нужно, чем помочь, как помочь. Также участникам спецоперации отправляют гуманитарные грузы, собранные единым штабом под эгидой главы республики. Порой кажется, что как будто дома, потому что отправляют здесь женщины, отправляют хычинов наших народных, а Иран отправляют. В этом плане огромное спасибо всем, кто нас поддерживает. Мы это ценим, мы это видим, знаем и благодарим вас за это. Особенно приятно читать военнослужащим письма детей, полученные вместе с гуманитарным грузом. В основном, если у нас блиндаж, то эти письма мы развешиваем в блиндажах, на стенке. То есть смотрим, читаем, по возможности отвечаем каждому. А касаемо денежного довольства, сам Альберт Джаттоев отмечает, что он получает все положенные ему выплаты. На данный момент, насколько я знаю, минимальная зарплата, это чтобы у человека был рядовой, и у него была самая низкая тарифная сетка, он получает 204 и выше, ну не меньше. Безусловно, все наши солдаты сражаются не за денежные выплаты, а за мир и благополучие нашего государства. За наш братский народ, который там есть, и за свою безопасность, за безопасность нашей страны, потому что если мы не будем защищать безопасность там, то придется нам защищать ее тут. Альберт Джаттоев, как и многие наши ребята, которые находятся на передовой, выбрал доблестный путь. Это путь защиты нашего Отечества. И эту дорогу может выбрать каждый, кому не безразличны судьба России, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Алихан Лепшоков, Вести Карачаева, Черкесия. В Ставропольском крае стартовала этнографическая экспедиция, посвященная сбору сведений по истории, обычаям и традициям карачаево-балкарского народа. Карачаева-Черкесия вошла в большой творческий проект под названием «Цикл фольклорных экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России». Маршрут экспедиции пройдет через города и поселения Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья. В Карачаево-Черкесии участники экспедиции планируют посетить ущелья Учкулан, Хурзук и Карджорт, которые считаются колыбелью карачаево-балкарского народа. Участники будут общаться с пожилыми людьми, старожилами, учеными и духовенством. Известная в Карачаево-Черкесии не только бабушка-блогер Баблина Лепшокова продолжает набирать популярность, но мало кто знает, что женщина, у которой позади девять десятков лет, внесла весомый вклад в образование и воспитание нескольких поколений своих учеников. О жизни педагога и популярной бабушки расскажет Алихан Лепшоков. 92-летняя Баблина Лепшокова известна своими смешными роликами. Харизматичная старушка любит печь блины, вязать и смотреть сериалы. Снимать веселые ролики помогает внук Аслан Альмиисов. А сама идея съемок появилась в период карантина. Но мало кто знает, что бабушка-баблина достаточно долгое время проработала учителем, дав путевку в жизнь нескольким поколениям нашей республики. Она вспоминает, что обучать приходилось не только детей, но и взрослых. У меня второй ребенок родился. Меня попросил директор, чтобы взяла какой-то класс. Второй класс, по-моему. Я взяла второй класс. Второй, третий, четвертый, в общем, их учила. Вот так. А так в вечерней школе я долго работала. Ну, там в вечерней школе взрослые люди учились тогда. Оттуда приехали все неграмотные. Многие не умели даже заявления писать. Я не ожидал, что наши ролики станут такими популярными. Самое главное я хотел поделиться веселыми моментами жизни моей любимой бабушки, отмечает внук баблины Аслан Альмиисов. Я пробовал много чего снимать, но ничего не набирало просмотры. Потом по приколу навел камеру на баблину. И в ней, я не знаю, как сесть, звезды, что ли, сошлись есть. Она прям начала активно разговаривать. Ей само это понравилось. Я закинул это в ТикТок и вуаля. Вот все абсолютно спонтанно. Даже цели не было стать блогерами. Вот именно после того ролика, самого первого, начался большой актив. Люди начали подписываться, спрашивать, требовать. Давайте еще ролики. Она человек с активной жизненной позицией. И нам приятно, что много людей отмечает талант нашей мамы, уверяют дочери бабушки баблины. После школы, во взрослой жизни, уже я знаю очень многих ее учеников, которые с уважением всегда спрашивали, передавали приветы и так далее. Ну, ее ученики, я имею в виду. Учитывая ее возраст, степенный, можно сказать, ей 92 года, так она ничего, хорошо себя чувствует, ведет активный образ жизни. Вы можете это наблюдать, все ее эти съемки и так далее. Ну, вы знаете, мне кажется, вот этот ее секретик, что она вот так долго и в таком здравии, в этом она очень позитивный человек. Совсем скоро начнутся новые съемки с бабушкой Баблиной, так как самое ценное для меня, помимо популярности, видеть ее беззаботную радость, подчеркнул ее внук Аслан Альмиисов. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня мы познакомим вас со знаменитым альпинистом Николаем Дмитриевичем Черным. Он обладатель титула «Снежный барс», главный тренер сборной России по альпинизму, совершивший в 2007 году восхождение на гору Ка-2 по ранней непревзойденной западной стене, самому сложному маршруту на вторую вершину мира. А свой путь в альпинизме Николай Черный начал в Домбае. На высоте более 3000 метров с легендарным альпинистом встретилась съемочная группа вестей. Далее смотрите репортаж Аллы Динаевой, а я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok